Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня вашему вниманию предоставляется лекция по предмету экономико-предприятий. Предмет, тема называется «Экономическая безопасность и коммерческая тайна предприятия». План. Первый – коммерческая тайна как объект экономической безопасности предприятия. Второе – роль и функции коммерческой тайны в экономической безопасности предприятия. Третье – это способы обеспечения коммерческой тайны на предприятии. И четвертое – способы защиты от разглашения коммерческой тайны. Значит, почему существует коммерческая тайна на предприятиях? Дело в том, что очень много информации сливается, и эта информация потом полностью оборачивается для предприятия большими расходами. То есть предприятие терпит большие затраты и может своих конкурентов вывести на новый вид развития. То есть в этом выигрывают конкуренты. Поэтому предпринимательская деятельность во всех сферах и разрывно связана с получением и использованием различного рода информации. То есть то предприятие, которое обладает информацией, оно является доступным к использованию этой информации. Для предпринимателя зачастую наиболее ценной является информация, которую он использует для достижения цели фирмы и разглашение которой может лишить ее возможности реализовать эти цели. То есть создает угрозу безопасности предпринимательской деятельности. Конечно же, не вся информация может использоваться в случае ее разглашения, создавать эти угрозы. Однако существует определенная ее часть, которая нуждается в защите. Значит, информацию можно разделить на два вида. Это промышленная и коммерческая. Промышленная относится информация о технологии и способе производства, технических открытиях и изобретениях, такие как ноу-хау, конструкторская документация, инновационная деятельность. Коммерческая информация – это информация о финансо-экономической положении предприятия, то есть это бухгалтерская отчетность, это финансовая отчетность, это кредиты и банковские операции, договора, заключаемые и контракты, структура капиталов, планы инвестиций, стратегические планы маркетинга, анализ конкурентоспособности продукции клиентов, планах производственного развития, деловой переписки и так далее. Вся эта информация представляет различную ценность для самого предпринимателя. Информацию необходимо разделить на две группы. Информация для открытого пользования, то есть она может использоваться любым потребителем и любыми производителями. И вторая информация ограниченного доступа, то есть она существует только для самих участников предприятия, или для органов, имеющих соответствующие законодательно установленные права, то есть это милиция, налоговая полиция, прокуратура. И третья информация только для работников, либо руководителей фирм. Что такое конфиденциальная информация и коммерческая тайна? Конфиденциальная информация это документальная, то есть зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Часть этой коммерческой информации составляет особый блок и может быть отнесена к коммерческой тайне. Значит, коммерческая тайна в соответствии с гражданским законодательством Республики Узбекистан это информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность. В силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатели принимают меры к охране ее конфиденциальности. То есть коммерческая тайна это конфиденциальная информация, которая ограничивается и не допускается. То есть это в основном она несет угрозу внешнеэкономической безопасности предпринимательской деятельности, в связи с чем предприниматель осуществляет меры по сохранению ее конфиденциальности и защиты от незаконного использования. Значит, по функционально-целевому признаку выделяют следующие составляющие коммерческой тайны. Первое, это деловая информация, куда включаются сведения о консигентах, сведения о конкурентах и так далее. Второе, это научно-техническая информация, это содержание, планы научно-исследовательских работ. Третье, это производственная информация, туда входят технологии, планы выпуска продукции и так далее. Четвертое, это организационно-управлическая информация, туда входят сведения о структуре управления фирмой. Второе, это оригинальные методы организации управления. Третье – это система организации труда. Следующее – это маркетинговая информация. Туда входят рыночные стратегии, разработанные фирмой. Это планы рекомендации деятельности или рекламной деятельности, планы обеспечения конкурентов, преимуществ, методы работы на рынках и так далее. Шестое – это финансовая информация. Она включает в себя планирование прибыли или себестоимости, ценообразование и так далее. Седьмое – это информация о персонале фирмы. Туда входят личные дела сотрудников, планы увеличения или сокращения персонала, содержание тестов для проверки, вновь принимаемых на работу. Восьмое – это программное обеспечение. Туда включаются программы, пароли, коды доступа к конфиденциальной информации, расположенные на электронных носителях. При организации защиты и коммерческой тайны директор или президент предприятия руководствуется прежде всего экономической целесообразностью. Здесь обязательно надо учитывать несколько моментов. Первый – это центраты на обеспечение экономической безопасности. И второй – это планированные меры безопасности. Центральная роль в организации обеспечения экономической безопасности предприятия занимает выбор структуры службы, позволяющей эффективно решать эти вопросы. Значит, выделяют следующие основные способы защиты информации. Первый – это законодательные. Второй – это физическая защита. Третье – организационные. Четвертое – технические. Пятое – работа с кадрами. И мы можем перечислить три основных этапа работы с безопасностью фирмы. То есть, когда мы подбираем персонал для предприятия, мы должны пропустить этот персонал через три этапа. Первый – предварительный. Это в период, предшествующий приема на работу. То есть, мы читаем резюме этого кандидата. Мы должны изучить его специальность, его предыдущую работу, деятельность и так далее. Второй – текущий период работы сотрудника. Здесь мы должны уже наблюдать за его исполнительной работой, за выполнением его функции, чем он занимается на работе, не нарушает ли он порядок, устав компании и так далее. И третий – заключительный. Во время увольнения сотрудника. То есть, если сотрудник не выполняет какие-либо задачи, устав предприятия, то, естественно, он входит уже в категорию уволенных сотрудников. Значит, вот эти все этапы здесь у нас приведены. Если у вас возникли какие-то вопросы, можете обратиться на сайт университета, сагранного университета. И на этом наша лекция подошла к концу. Спасибо за внимание.